Что, кстати, очень плохое состояние, очень плохое, слявый, боится, с мистической точки зрения. Ну, не будем, как говорится, каркать на плохое, но у нее вчера юбилей был, не просто какой-то очередной день рождения, а крупная дата, 70 лет. И тут такое вот, вечером на ровном месте прямо. Для тех, кто не в курсе, вчера случилось событие, к которому оказался прикованным взгляд всей мировой общественности. Вчера вечером, буквально, повторюсь, на ровном, что называется, месте, загорелся самый знаменитый собор не только Франции. Позволю себе сказать, может быть, всей Европы или мира. Собор Парижской Богоматери – это алмаз, жемчужина Парижа. Жемчужина. Что старше этого собора? Да ничего. Да ничего не старше. Париж – город древний, но с тех веков, кроме этого собора, ничего больше уже давно не осталось. А собор – это как мост был из далекого прошлого. В наши дни ежегодно миллионы людей со всех стран мира приезжали быть в Париже и не посетить собор Нотр-Дам-де-Пари. Ну, невозможно. И вдруг вечером на ровном месте. Это огромное здание. Все загорается. Это снимок с воздуха, прямо красный, кровавый крест. Но оно имеет форму такую креста, сама архитектура. И снимок сверху – кровавый, кровоточащий, огромный крест. А в воскресенье – это католическая опасность. То есть, накануне, накануне главного праздника для верующих, такое страшное событие. Ну, я думаю, что те, кто бывал в Париже, конечно, посещали, поднимите руку. Это громадина, громадина. Она, да, и величественная, поражающая, с бесценными рельгиями. 70% религии погибло. И то, я думаю, грудь погибла намного больше. 12 часов. Не могли победить пламя. 12 часов. Даже Трамп им писал уже в твитере. Вы не душите? Алло, проснитесь? Писал Дональд Трамп. Если надо, мы проснемся. Самолетами говорит, самолетами тушите. Ну, видят, что все горит и горит и горит. 12 часов. Говорят, спасите новый венец головы Христа. Что тоже сомнительно. Самая ценная реликвия – там хранился вот этот вот, который у него был на голове, когда он шел на казнь. Якобы спасли. Но это все теперь, конечно, сомнительно, потому что открытое пламя, бушевало, на глазах у парижан свалился шпиль. Событие, которое даже вот представить себе нельзя. Полное бессилие пожарных. Давайте, во-первых, начнем с лунного календаря, а не лунали без курса. Ну, давайте посмотрим. Ах, вселенский, зачем он? Поджечь собор? Ну да, деньги своих соборов воздают. Коллеги, давайте начнем с лунного календаря. Итак, вчера было 15 апреля. Увы, да, вчера лунная без курса имела несколько. О, коллеги, очень скромненькая. Сгромненькая? Да. Да, вчера была, началась она, это по московскому времени, в Париже на один час меньше. Ну, почти то же самое, на один час. Началась она там вот с полпятого утра. Причем аспект какой? Три. Треугольнич, трикон, самый лучший. Планета что? Марс, Лукон. В Солнышко. В Солнышко, да. И кончилась она в этот же день, не на завтра, а в этот же день. В 13-14. Ну, был пожар. Конечно, до пожара, причем задолго. И весь этот кошмар развернулся не на Луне без курса, из чего мы сразу многие выводы сразу делаем, потому что начали сразу говорить, а может быть это поджоги специально. Коллеги, вряд ли. Вряд ли, потому что тогда бы была Луна без курса, а Луна скажет, все чисто, с моей стороны все чисто. То есть, Луны без курса не было. А раз ее не было, то думать о том, что это какие-то темные силы, ну вот, расставили там что-нибудь, думать об этом не приходится. Но, поскольку Луна нам ничего не дала, единственное, вот завтра перегей. Но, коллеги, если бы вчера была буква П, вы бы сказали, ну, все понятно, не справились с пламенем, перегей-то завтра только, ну, перегей апрельский, буква П. А случилось это все вот вчера. Давайте теперь посмотрим уже саму карту события. Гороскоп события, не просто лунный календарь, а именно гороскоп события, составленный на момент начала пожара. Это 15 апреля 2019 года, 18.50, Париж. И вот здесь вот, вот здесь вот у нас есть более четкие версии на то, что случилось. Во-первых, давайте посмотрим с вами на восьмой дом. Вот восьмой дом, помните? Там римский мир. И вот прямо тут стоит кто? Уран. Уран стоит, который означает внезапную, внезапную катастрофу. Ну, и поскольку речь идет о пожаре, то главная тема, когда речь идет об огне, это планета, конкретная планета. И планета эта называется Марс. Марс в каком доме? В девятом. Девятый дом, мы только сегодня говорили. Это храмы, религия, да, Марс. Но главное даже не то, что Марс здесь, а корень зла находится справа, там, где у нас словами написаны неподвижные звезды. Вот давайте сейчас четко сформулируем пять составляющих гороскопа. Потому что теперь уже мы знаем все пять. В охрану поступили первые сигналы о том, что началось. Марс находится на звезде Аль-Де-Баран. Марс находится на звезде Аль-Де-Баран. И давайте с первых шагов запомним, всего звезд у нас будет около семидесяти. Нет, нет, это немного. Это немного. Потому что каждая из них настолько характерна в своем влиянии, что, встретив ее, ты ее уже с другими астрологами особенно выделяли еще со времен Селемея. Про эти звезды накоплено много информации. Это звезды-катастроф. Это звезды-катастроф. Звезды-катастроф. Имя этих звезд, их две. Аль-Де-Баран. Это, кстати, и в астрономии знаменитые звезды, потому что они большие, яркие. Их и астрономы хорошо знают. Аль-Де-Баран. А вторая звезда называется Антарес. Аль-Де-Баран и Антарес. Еще раз. Что показал вчерашний гороскоп? Что Марс проходил звезду Аль-Де-Баран. Всегда, когда Марс проходит эту звезду, возникают катастрофические пожары. Аль-Де-Баран или Антарес. Вот лучше в своей натальной карте, чтобы таких слов написано не было. А если написано, берем... Кое именно здание подвергнется катастрофическому пожару. То есть, вот вышло так, что это случилось именно со знаменитым величайшим забором мира Марс на Аль-Де-Баране. И у меня есть такой же пример. Субтитры сделал DimaTorzok